Всем привет! С вами снова Бьюти Бабушка и сегодня с таким замечательным летним настроением мы с вами поговорим о средствах для кожи вокруг глаз. У меня уже есть подобное видео, оно вышло где-то год назад, но все мы с вами знаем с какой скоростью корейская бьюти индустрия выпускает новые средства. И конечно же за этот год, наверное уже даже и больше прошло с этого видео, появилось большое количество новых, очень интересных средств, о которых мне необходимо вам рассказать. И в этом видео я собрала не только кремы для кожи вокруг глаз, кремы для этой области это отнюдь не единственный способ за нашими под глазами ухаживать. Я собрала очень много интересных и других средств, девайсов, хитростями с вами обязательно поделюсь тоже. Так что давайте смотреть, что же тут интересного корейцы понавыпускали, бабушка понапокупала и понатестировала. И я начну, начну со средства от очень известного бренда, это Labo Nita. И я этим брендом заинтересовалась задолго до того, как он стал мейнстримом и частенько его в своей уходовой рутине использую. Это крем с жемшенем и с икрой. Моя кожа любит икру во всех проявлениях. Но я сама люблю икру во всех ее проявлениях, что говорить, хотя от солененького, конечно, отеки, но иногда очень хочется. И это крем, который больше всего принесет пользы для подглазей, теряющих эластичность и упругость. Икра это обновление кожи, словно изнутри. Здесь очень удобный аппликатор, маленький. Давайте посмотрим консистенцию. Нежнейший гель-крем, который исчезает в коже. Чудесно ее промерит. Никаких хайлайтеров не нужно. Кожа выглядит очень ухоженной. И это средство больше всего подойдет для не самого раннего антиэйджа, но и не самого убойного. Средненького. Если же вы начнете это средство использовать на первые морщинки, то они очень долго не будут расти и углубляться. Отличное средство. Дальше. Меди пил. Пептид токс. Это крем с высоким содержанием антивозрастных ингредиентов. Здесь не только пептиды, здесь очень много всего интересного. И это крем о лифтинге кожи вокруг глаз. Если страдаете отеками, если есть провисание или провалы, и кожу нужно взбодрить, то это как раз то средство, которое вам нужно. Оно также подойдет для любого возраста. Просто если девушка молодая, как я говорю, 35-летние мои малявочки и младше, то это будет работать больше на профилактику. Если же морщины уже имеются, то это будет их устранять. Замечательный крем, который исчезает в коже. И я напомню, что все корейские кремы, вне зависимости от их консистенции, вне зависимости от бренда или от вашего возраста, нужно наносить исключительно маленькими кукулечками. То, что я вам показываю, вот эти вот огромные делаю сводчи, это для того, чтобы вы видели консистенцию. На самом деле, это должно быть вот такое маленькое. И сейчас возрадуются все те, кто так переживал за мою правую руку. Она тоже получит уходового средства. Мы наносим на косточку вокруг глаза, вокруг глаз обоих, крем и втаптываем по косточке. Не трем, ни в коем случае не вмазываем этот крем. Там, знаете, как будто наш нажим поможет дойти этому крему до мозга. Нет. Легкое втаптывание – это движение крыльев бабочки. Это единственный способ наносить крем так, чтобы сохранить подглазие молодыми. Другого нет. И все корейские кремы наносятся исключительно вот так. Очень многие девушки думают, что я купила дорогой крем, я могу себе позволить. Я сейчас как возьму лопату из сарая и как нанесу под глазами, чтобы пластами лежал. Не надо такого делать. Нанесенный в большом количестве любой, даже самый дорогой крем с прекрасным составом, с чудесной консистенцией, будет вызывать отеки под глазами. Потому что кожица тончайшая в этой области. Ее ни в коем случае нельзя перегружать. Дальше. Средство от Isacnox. Это, наверное, самый известный ретинольчик всей Кореи. И здесь крем все в одном, который используется и для лица, и для подглазий. Это для тех, кто не любит разводить большое количество баночек на своем туалетном столике. Для тех, кто любит сжатую лаконичную рутину ухода за кожей. Это крем с ретинолом. Но вас не должно пугать название ретинол. Этот крем используется в любое время года, в любом климате, утром и вечером. Корейцы уже очень давно делают легкие ретинолы. И часто читаю у многих блогеров, слышу, ну вот корейские ретинолы не работают. Глупости все это. Прекрасно они работают. Они просто работают по-другому. В то время как сильные ретинолы спешат ободрать вашу кожу до основания и выстроить ее заново. Легкие ретинолы работают по принципу. Долго запрягают, да быстро едут. Я полностью на стороне вот таких легких ретинолов, которые выпускают корейцы. И это средство прежде всего от морщин. Если у вас под глазами мелкая сеточка морщин, то этот крем действительно их напитает. И он визуально работает праймером. Он уже немножечко поплотнее, пожирнее, чем предыдущие вот эти коллеги. Но он тоже достаточно легкий. Его нужно совсем немножко. Отлично праймерит кожу, напитывает морщинки, чуть-чуть блюрит. И они сразу становятся визуально менее заметными. Но длительных эффектов настоящих в коже нужно подождать. Дальше. Что у меня еще есть для вас? Какие еще кремы? От MediPill. Замечательный крем. Это у меня уже не первый тюбик. Калупачок, к сожалению, потерян. Это крем с массажером охлаждающим. После того, как мы ввели сам крем, и крем втоптался, можно пройтись легонько вот так вот массажером по массажным линиям. Ни в коем случае, опять-таки, не массируя мешки под глазами. И давайте смотреть, что это за крем. Это крем из линии с девятью пептидами. Здесь есть коллаген, здесь есть пробиотики, здесь есть очень много всего интересного. И похоже, что здесь уже совсем нет крема. О, нет, есть. Это, по идее, пустой тюбик, сливочное средство. Это сливки, самые настоящие. Крем легко впитывается. И тоже, как и многие другие его коллеги, кожу прекрасно проймерит. Все эти средства имеют отдушки, но очень легкие, которые буквально сразу же выветриваются. Для кого этот крем? Гусиные лапки. Он великолепно работает с гусиными лапками. Наносить его имеет смысл не только на косточку, еще и на область гусиных лапок. Кроме того, он великолепен на шее. Если купили крем для кожи вокруг глаз, не понравился, не выбрасывайте и не дарите подружке. Перетопчется. Это идет на шею. И отлично работает. Давайте двигаться дальше. Здесь у меня еще от Меди Пил есть крем с улиткой. У них вышла интересная, замечательная линия с улиткой. Это крем для возрождения кожи заново. Это для кожи возрастной, тонкой, жухлой, дряблой. Это восстановление жизненных сил кожи словно изнутри. И крем тоже прекрасно проймерит. Это у меня уже пустой тюбик, как вы видите. Но давайте попросим его дружно. Снегурочка, выходи. Так, и снегурочка вышла. Здесь самые настоящие сливки. Он очень нежный. Это воздушная, легкая консистенция. И подойдет для совершенно любого климата. На день, на вечер. При соприкосновении с теплой кожей он превращается в бальзам жидкий, в сыворотку. И в коже исчезает. Кроме улитки, здесь также есть пепетиды в обязательном порядке. И золото, которое способствует глубокому проведению ингредиентов в коже. А также кожу блюрит. И морщины визуально исчезают. Следующее средство. Следующее средство тоже категория люкс. Это один из моих любимых кремов для кожи вокруг глаз. Это бренд Хера. Корейский люкс. И это бренд, который больше всего похож на люкс европейский. Но не пустышками в составах, а философией, упаковкой и текстурами. Плюс ароматы. Очень схожие с европейским люксом. Поэтому, если вам по какой-то причине не нравится корейская косметика, как таковая, она тоже не червонец, чтобы всем нравится, обязательно присмотритесь к бренду Хера. Он будет для вас привычным. Как выглядит средство. Хера недавно тоже обновила всю свою линию сигния, в которой выходит этот крем. И это теперь тоже версии про. И это бренд, который не делает ставку на многочисленные растительные экстракты, а именно любит лабораторные, выращенные в пробирке ингредиенты. Я сейчас нанесла огромное количество этого крема. Столько крема не нужно. Он плотный, он сливочный. Это средство для самой возрастной кожи. Работает лучше всего от морщин, которые под глазами закладываются. Кроме того, он лифтингует кожу и заметно укрепляет верхнее веко. Что касается верхнего века, его нельзя подтянуть кремом. Я думаю, что мы все с вами половозрелые и все прекрасно понимаем. Однако верхнее веко можно обиходить, чтобы оно не было таким дряблым. Вот это с ним можно сделать. А что касается нависающего века, у меня от природы нависающая века. У меня нависающая века у обоих родителей. И я не делаю никаких пластических операций. Я не считаю это нужным. Люди сейчас как-то слишком легко, мне кажется, относятся к пластическим операциям. И в погоне за деньгами очень часто врачи не говорят обо всех последствиях, которые могут быть. Например, после блефропластики можно совершенно спокойно ослепнуть. Нам же не будут хирурги об этом рассказывать. И для того, чтобы делать макияж на возрастном нависшем веке, я использую вот такие замечательные наклейки. Они ничего не растягивают. Они незаметные, не чувствуются на глазу. Вся Азия пользуется ими. Все, кто не сделал из азиатских женщин пластические операции, возрастные женщины, пользуются такими наклейками. Это великолепно работает. Я напомню, что все ссылки и на средства для глаз, и на наклейки, и на все, о чем я в видео рассказываю, вы обязательно найдете в инфобоксе под видео. Обязательно заглядывайте. А что касается нависшего века, у азиатов очень много интересных идей и с наклейками, и со стикерами, и с ниточками, и с макияжем. Поэтому я не считаю нужным делать блефоропластику. А мешков под глазами у меня нет, потому что я подбираю уход за кожей так, чтобы моей кожи под глазами всего хватало. И поэтому лично мне блефоропластика не нужна. Но давайте двигаться дальше. Давайте двигаться дальше. Тут очень-очень много всего интересного. Следующий крем из категории люкс. Это недавно вышедшая линия с драгоценными сортами женщины. Корейский люксовый бренд Сульвасу. Это абсолютно пустая баночка. Вымазанная, вылизанная. И тут вам придется мне поверить на слово, что это нежный, легкий сливочный крем, который при соприкосновении с теплой кожей становится жидким и в ней исчезает. Линия просто потрясающая. Я всю эту уходовую линию использовала в виде рутины. И это лифтинг. Это лифтинг, которого трудно достичь косметикой обычно вообще бывает. Это удивительное совершенно скопление ингредиентов. Над этим кремом работали десятилетия над этой линией. И открывали ее с участием видных ученых корейских. Это действительно прорыв в косметологии, в косметологических средствах. И крем для кожи вокруг глаз великолепно лифтингует. И он омолаживает просто по всем фронтам. Если хочется себя побаловать, то это оно. Дальше. У бренда корейского люксио Сум 37. Очень много средств для кожи вокруг глаз. Средств из разных линий. Хороших, интересных. И сегодня я вам принесла, собственно говоря, это одно и то же средство. Просто в разных упаковках. Побольше, да, поменьше. Это культовый крем. Из линии лозок Сумма. Мы сегодня с вами откроем новую баночку. Потому что у меня все те старые, что были уже давно добиты. И это крем, в котором работают сотни растительных экстрактов. Больше 100, если быть точными. Которые ферментировали в течение более чем трех лет. Под классическую музыку. В бочках из японского дуба. При температуре 37 градусов по Цельсию. И это сливки. Сливочный мусс. Который еще имеет волшебный аромат цветов и фруктов. Это ароматы, которые невозможно передать. У меня даже есть духи от Эрмес. Которые я специально искала. Они перекликаются с ароматами от Сумм. Роскошь. Роскошная упаковка. И это линия Лозак Сумма. Самая антивозрастная линия от этого бренда. Здесь жемчужина не случайна. Кроме того, что этот крем чудесным образом омолаживает кожу. Он ее еще и блюрит. Кожа становится прозрачной и фарфоровой. Словно жемчуг. Отливает. Плотный крем. Для самой возрастной кожи. Это без сомнений. И он омолаживает по всем фронтам. И лифтинг. И работает с мешками вокруг глаз. Частично борется с пигментацией. Но о пигментации вокруг глаз мы с вами немножко позднее поговорим. У меня много средств от нее интересных. И это крем, который, конечно, кожа у нас просто холит и лелеет. Он плотненький, он не всем подойдет для лета. Но очень многие девушки, возрастные в жарком климате или летом, используют этот крем вечером. Нужна маленькая-маленькая кукулечка. И вот такого флакона в 50 мл хватает на год. И даже еще и остается. И те, кто мне пишет, что корейский люкс это дорого, это не для всех, они ерунду пишут. Все эти средства, корейские, люксовые, дорогие, которые я вам показываю, доступны на ebay. Так, сейчас я здесь немножечко вам покажу, о чем я говорю. Да, я люблю показывать, иллюстрировать то, о чем я говорю. Они доступны в виде вот таких пробников. Любой крем из тех, что я показываю. В инфобоксе под видео я обязательно выложу ссылки и на пробники, если они только имеются. И поэтому можно заказать вот такой же крем в виде пробников в 5 раз дешевле. Если заняться еще аукционами на ebay, то это будет в 7-10 раз дешевле. Но и даже если заказать вот такую полную баночку, этого хватит на год. Сколько баночек всякой ерунды люди переводят за год, они не считают. Они почему-то только считают баночки, которые переводят бабушка. И говорят, какой ужас. А бабушка-бьюти-блогер, бабушке надо переводить баночки, чтобы знать, о чем она вам говорит. Следующее средство тоже очень интересное, тоже люксовое. У этого же бренда в линии Time Energy выходит тоже крем для кожи вокруг глаз. И он хорош тем, что он кожу вокруг глаз взбадривает. После долгой зимы, после, например, ОРВИ, приболели. Во время всех этих вот простудных заболеваний кожа вокруг глаз очень страдает. Потому что слезится. Глаза больные, напряженные, пересыхают. И этот же крем очень хорош для тех, кто работает за компьютером. И все время вынужден щуриться, напрягать глаза. Этот крем уже полегче, но полегче по консистенции. Состав у него тоже шикарный. Здесь больше 100 растительных экстрактов. И он уже больше подойдет для жаркого климата, для более молодой кожи. То есть он более демократичный. Этот крем уже такой строго бабушачий. Здесь возможны варианты. Он для всех. Дальше. Это средство от корейского люксового бренда АХВИ. Из линии с детским коллагеном. Ни одно дитя при создании сего средства не пострадало. Словосочетание детский коллаген означает, что в этой линии бренд ведет уровень коллагена в нашей коже к уровню детскому. К такому, какой есть у детей. Эти мягкие пухлые щечки. Это самые настоящие молодильные яблочки. Я использую этот крем очень много лет. Чаще всего заказываю в пробниках. У меня много таких пустых банок. И это тоже крем, которого хватит на год. Вот в такой большой упаковке. Он плотный. Он сливочный. Для самой возрастной кожи. И здесь, кроме коллагена, работает большой комплекс пептидов. Здесь несколько запатентованных ингредиентов. И в создании этой линии принимали участие ученые из Гарварда. Они нас любят, чтобы все было из Гарварда. И вот такой крем есть. У этого же бренда Ахви есть и другой потрясающий крем. Это уже крем из категории убойных. Для самой возрастной кожи или для самой убитой. Что значит самая убитая? Ко мне часто приходят подружки, которым и за 40. Но с кожей, возраст которой лет на 60-65. Она убитая. Человек либо не занимался кожей, либо неправильно ей занимался. Либо вместо того, чтобы ее увлажнять и подобрать себе хороший уход, тетки идут и под глаза себе что-то начинают колоть. Временный эффект есть. Но кожа добивается. И вот когда ко мне приходят с такими убитыми тряпочками, шелушащимися, морщинистыми под глазами, которые еще при этом умудряются отекать и обвисать, я рекомендую им вот такой крем. Это лимитированное издание. Вот этой банки хватило больше, чем на год. Она пустая. И такой крем я частенько заказываю в пробниках. На него выходят лимитированные издания, которые мне тоже очень нравятся. Вот это лимитированное издание. Венский балл была тема. Они столько красивых баночек выпустили. И в этом креме работают комплексы пептидов, рекомбинантные клетки, то есть белки человека. Это крем, который просто заново рождает новую красивую кожу. Это самая сильная линия, которая на данный момент вообще в какой-либо косметике мировой существует. И использование ее для раннего антиджа, оно не нужно, оно не навредит. Даже если 15-летняя девушка вот это все нанесет на глаза, вреда от этого никакого не будет. Это глупости. Что, знаете, говорят, кожа там, кожа ленится. Ленится тетка почитать, сесть. А кожа не ленится. Просто кожа молодая, вырабатывает все сама. Она возьмет из этого крема то, что ей нужно. А что там ей из этого крема-то нужно? Он просто запечатает ей влагу в коже. Ничего он больше не сделает. Поэтому смысл переводить деньги на молодую кожу нулевой. Но в то же время, кто такая, чтобы запретить людям с молоду приучать кожу к качественной косметике. А для молодой кожи, для моих малявиц, 35 и меньше, я очень тепло рекомендую вот такой крем. Здесь есть пептид в составе, в голове, хвостах, поясда. Но этого достаточно для молодой кожи. Очень часто вижу отзывы, что вот убойный антивозрастной крем, ерунду говорят. За деньги, и не такое человек скажет, за бесплатную баночку, в случае наших блогеров, это крем для самого раннего антиэйджа. На первые морщинки все, что он сделает интересного, он отсрочит появление глубоких морщинок. Нежное воздушное средство. Втаптываем в кожу. Быстро впитывается и хорошо промирит. В молодежных кремах очень много всегда промирящих ингредиентов. Потому что молодежь чаще делает макияж этой области. Достаточно вспомнить одно запекание пудрой, чего стоит. И нужно, чтобы эта область красиво выглядела. Здесь 6 разных видов коллагена. Здесь есть низкомолекулярный коллаген. Но все это очень легонькое и воздушное. И у этого крема аппликатор забавный такой. Он полумягкий. И казалось бы, очень хорошо делайте массаж, но не делайте массаж. Он грубый для этой цели. Абсолютно для этого не приспособлен. Если вы будете тереть... Я вот видео смотрела, там блогер отрабатывала призланы. Это было горько смотреть. Вот так вот втирала. Вот этой вот хренью пластиковой в свои подглазья. Ну там у человека к 40 годам дырка будет под глазами. Потому что ну нельзя так использовать такие средства. И неразумно поступил бренд. Это бренд категории масс-маркет. Он не выпускает ничего премиального. Это очень бюджетный бренд для молодежи. Но вот здесь они связали веник с этим аппликатором. По-другому это не назовешь. Дальше. Очень хороший крем с комплексом пепсидов для самой возрастной кожи. Есть у косметологического бренда S&P. И это крем Шот. Очень интенсивный. Это фактически синтез ампулы и крема. У меня здесь есть немножечко крема еще. Это средство с ретинолом. Это ретинол уже сильнее намного, чем вот в этом средстве. Поэтому его используют вечером. Тоже в любое время года. Его можно использовать летом, в жарких странах, но на вечер. Очень часто меня девушки спрашивают, А вот после этого средства или после того средства нужно ли наносить санскрин? Санскрин нужно наносить всегда. Вне зависимости от того, какое средство и на какое место вы нанесли. Поэтому давайте не задавать блогерам вопросы, надо после этого санскрин или не надо. Санскрин нужен всегда. Дальше. У меня тут есть корейский люксовый бренд Ahwi. И тоже они выпустили линию Pro. Это линия с пробиотиками. Так называемая линия стюардесс. Этот крем очень хорош будет для возрастных девушек из жарких стран. Выглядит он сливочной, вот такой большой массой. Но при соприкосновении с теплой кожей он тает. И становится жидкой эмульсией, которая впитывается сразу же. Абсолютно волшебный аромат пошел. Для чего нужны пробиотики? Это укрепление, уплотнение кожи, восстановление микробиома, защитного слоя кожи. А где еще, как ни на юге, нужна плотная, здоровая кожа для того, чтобы противостоять солнечным лучам. И вот такой крем очень хорош. Не только своей нежной консистенции, но и большим количеством пробиотиков. Кроме того, здесь работает антиэйдж. В промышленных количествах антивозрастные ингредиенты. Это линия про. Когда будете заказывать косметику из линии стюардесс от Ахви, обращайте внимание, чтобы там была плашечка про. Там больше пробиотиков. Там больше антивозрастных ингредиентов. И в ней уже легче текстуры. И даже вот такое большое количество крема прекрасно в кожу впитывается. Следующий красавчик, корейский люксовый бренд, извиняюсь, тут все немножечко гремит. The History of Woo. Это его культовый совершенно крем, который использует первая леди Северной Кореи. Это сливки, крем-брюле. Нежнейшие текстуры, волшебные восточные ароматы. Это средство из самой антивозрастной линии от этого бренда. Так называемая красная линия. И это уже консистенция, что называется, как масло, хоть ножом режь. Это очень плотный бальзам для самой возрастной кожи. Когда он впитывается, он становится немножечко помягче, но это плотное средство. Оно великолепно промерит. И если возрастная, очень возрастная кожа под глазе уже покрыта сеткой морщин мелкой, он заполняет эти морщины и вид сразу же визуально другой. Но долговременных эффектов приходится подождать. Для жаркого климата, если только на вечер, он плотноват. Для жаркого климата на день у вас будет течь косметика. Но это потрясающее средство именно для вот таких мелких морщинок, которые нужно заполнить. Также здесь есть лифтинг и борьба с пигментацией. Этому средству уже очень много лет. Я его знаю лет 10, наверное, скоро как. И мне оно очень нравится. И если хочется уже совсем люкса, The History of Woo пускают такой замечательный крем для кожи вокруг глаз. Это его фиолетовая линия, линия премиальная. То есть у люксового бренда еще и премиальная линия. Что значит премиальное средство? Это лучшее, на что способен бренд. Здесь растительные экстракты, наиценнейшие, драгоценные, просто самые редкие, собранные комплексы из комплексов трав. И рецепты этот бренд берет из китайской, из древней китайской книги о медицине, с помощью которой члены императорских фамилий сохраняли свою молодость, здоровье и долголетие. Вот этот феникс, вот это оформление, это версия постарше. Самая новая версия, которая сейчас вышла, выглядит вот так. И это нежнейший сливочный крем, который, соприкасаясь с кожей, становится легкой водой и исчезает. Для любого климата, в любое время года, подходит абсолютно для всех, но наибольшую пользу извлечет, конечно, самая возрастная кожа, которая нуждается в усиленной напитке, в усиленном уходе. Кожа после курса этого крема под глазами становится напитанной, упругой и именно заметно более молодой, подтянутой. Темные круги великолепно выводит из-под глаз. Это абсолютно потрясающее средство. И если есть возможность, я очень рекомендую для возрастных девушек его попробовать. И теперь у нас с вами будет крем, да не совсем крем, тоже корейский люксовый бренд и та же самая антивозрастная линия от этого бренда. Это филлер для заполнения морщинок. Он заполняет носогубки, межбровные складки, но он великолепно работает на гусиных лапках. Здесь очень хороший умный аппликатор. Он выполнен так, что вот этот треугольник входит в морщинку, как утюг, распрямляет ее и, распрямив, заполняет сам залом вот этим филлером. Кроме того, что это косметическое средство, то есть внешние эффекты обеспечивает, заполняет морщинки. Видите, у него оттенок такой телесный. И морщинки просто исчезают визуально. При длительном использовании это средство еще и заметно омолаживает кожу. Вещь просто драгоценная. Использую, очень часто использую, под макияж, чтобы убрать визуально морщины. И это средство чуть-чуть брохотистое такое на ощупь. Это типичный такой филлер для заполнения морщин, но с очень сильными уходовыми эффектами. Это если нужно стать красивой быстро. Следующее средство, и это у нас стики. Я не буду рассказывать про каждые из них. Ну, буквально в двух словах, конечно, обозначу. Но стики – это неотъемлемая часть ухода за кожей любого возраста в течение дня. Какие я вам стики сегодня покажу? Для самых-самых моих маленьких малявиц. Для подростков, для молодежи. Вот здесь заюзанный, хотя бабка старая, но мне очень нравится это средство. Это охлаждающий карандаш от S.A.M. Вот такой сладкий мишка. Несмотря на мультяшность упаковки, у него очень хороший состав с киалуроновой кислотой. И он кожу под глазами охлаждает и увлажняет. В течение дня наносится сколько угодно раз. Дальше у нас с вами идет манюа фактори, манюничка. И здесь уже стик с коллагеном. Тоже кожу вокруг глаз протаптываем в течение дня несколько раз. Это для укрепления кожи вокруг глаз. И это тоже подойдет моим 35-летним имением малявицам. А тут уже средство посерьезнее, которое, впрочем, и они могут использовать. Это медипил. И это стик двойной, который увлажняет и закрепляет нанесенную влагу в коже. И тоже, как и люксовый филлер, имеет форму утюжка. Смотрите, как он хорошо идет. Носогубки, межбровные складки и гусиные лапки. Это средство от морщин. И уже подойдет не только 35-летним малявицам для профилактики, но и возрастным девушкам тоже. А это стик с волюфелином от Сигмул. И этот стик возвращает коже молодой объем. Волюфелин пришел к нам из средств для бюста. И если уж бюст, он в состоянии поднять, что же ему наше подглазье-то, да? И это потрясающий стик. Тоже проходимся по носогубным складкам, межбровным морщинкам. И протаптываем кожу вокруг глаз много-много раз в день, сколько нам захочется. Если у нас макияж, то мы протаптываем. Если же чистая кожа, если вы не на крашках, можно сделать вот такой легкий массаж. Это очень нежный стик, не грубый. Приятный в использовании, комфортный. И в течение дня для возрастной вот кожи это просто необходимо. Несколько раз сзади нее обиходить. Дальше. Люкс Ахви. Линия с детским коллагеном. Фактически это одно и то же средство. Но в виде стика, который бабушка, как вы видите, доковыряла. Даже вот выковыривала тут что-то. Но такого не надо уже делать. Потому что это выковыривание ничего не дает. Здесь вся суть в нанесении стиком. И это лифтинг. Это средство лифтинговое. Усун 37 тоже замечательный стик. Из секретной линии. Это линия с пробиотиками. Тоже чистенький. И я действительно пользуюсь тем, что я вам показываю. Поэтому такая ситуация часто у меня бывает на канале, когда само средство уже использовано и его не видно. Нежный, приятный стик с пробиотиками. Очень важен для девушек любого возраста из жарких стран. Решил убежать. Но ничего у него не вышло. Давайте смотреть, что у меня есть еще. Для тех, кто любит сыворотку. Ну вот это лучшая сыворотка для кожи вокруг глаз. Которая пока держала в руках. В категории косметевтика. Меди пил. И здесь такие шарики занимательные. Впервые вот эту хрень с шариками придумал бренд Elisabeth Arden. Я очень давно им пользовалась. Когда мы выдавливаем средство, шарик лопается. И на коже оно уже выглядит совсем по-другому. Это нежнейшее средство. И оно еще и кожу блюрит. Как вы видите, сыворотка плотная. И на коже она выглядит вот так вот радужно. Это как раз эффект жемчужной, подсвеченной изнутри молодой кожи. Заметно визуально омолаживает. И мне лично на эту плотную сыворотку крем не нужен. Она великолепна сама по себе. С собой же нанесенную влагу в коже запечатывает. Отличное средство. Просто отличное. Очень много лет его люблю. Лет 10, наверное. Дальше. Совсем недавно вышел крем от корейского бренда категории Middle Market. Миша. В его премиальной линии. Миша Геом Су. Выглядит, конечно, совсем по-другому. Это старая версия. Новую видите на видео. И это крем, который изменил мой уход за кожей вокруг глаз. Изменил мою кожу вокруг глаз. Просто кардинально. Мне было 39 лет, когда я заметила, что все эти Лапрели, Шанели и Ламеры на моей коже вообще ничего интересного не делают. И тогда я открыла для себя косметику корейскую. И вот это был крем, который спас мою кожу под глазами. Он заложил такую базу, которой я пользуюсь до сих пор. Этот крем я периодически тоже в уходе использую. Единственное, что для меня он стал уже немножечко маловат. Я из него чуть-чуть по возрасту выросла. И это средство для моих 35-летних малявиц, которым уже за 35. Не до, а после. Для самой возрастной кожи он может работать, если кожа не запущена. Но это вот такой как раз средний крем из средней возрастной категории, каких немного. Очень много выпускают вот такого вот молодежного добра. И огромное количество люкса для самой возрастной кожи. А вот эта категория женщин, которым еще тяжелый люкс не нужен, сильный. А вот от этого всего уже толку ноль. Им нужны вот как раз такие средства. И это мои самые-самые теплые рекомендации. Это моя любимка. Содержат частички коллоидного золота, которые при соприкосновении с теплой кожей растворяются. Улучшают проникновение драгоценных ингредиентов. Здесь женьшей, здесь панты, оленей, рога. Здесь кардицепс, целебные сорта грибов, виды всевозможные. И вдохновляется этот бренд вот этим люксовым брендом. Сульвасу. Очень много рецептов оттуда. Ароматы похожие, текстуры похожие. Вот эта любовь к золоту в составе. Это все одно и то же. И он великолепно блюрит. Золотые частички придают сияние коже. Но это просто волшебное средство. Мы с вами будем двигаться дальше. И сейчас займемся такой интересной темой, как пигментация. Есть отдельные кремы для борьбы с пигментацией. Они чаще всего, конечно же, в антипигментационных линиях. Но сегодня я вам покажу те средства, которые вы просто на других каналах вряд ли увидите. Но это средство популярное. По крайней мере, у азиатских блогеров. Как вы видите, заюзанное до предела. И это наибюджетнейший крем от Skin Food. Это уходовый крем-консилер с лососем и с пептидами. Вот в этой скромной дешевой баночке таится хороший комплекс антивозрастных ингредиентов. Синяки убирают начисто. Были синяки и их нет. Он может закрыть даже татуировку. При этом, при всем, он ухаживает за кожей в течение дня. И пигментацию тоже становится не видно. В нем есть антипигментационные ингредиенты. Очень приятно это. Но это основное на закрывание пигментации. Подходит для любого возраста. Единственное, что если возраст уже такой очень солидный, имеет смысл нанести какую-нибудь сыворотку. Притом не обязательно и на эту. Можно взять какую-то жидкую сыворотку. Можно даже немножечко местом побрызгать на подглазе. Но какое-то легкое до увлажнения под него для самой возрастной кожи нанести я советую. И еще одно средство от пигментации. Это точечный бальзам, который только что вышел в Корее. Корейский люксовый бренд Сум 37. Его линия Time Energy, которую мы сегодня уже видели. Здесь, например. И это точечное средство от пигментации, где бы она не была. Отдельные какие-то пятнышки, постакне. Но это средство прекрасно работает на пигментации под глазами. На солнце вот такие выступающие части, верхняя часть скулы, нижняя часть под глази. Это излюбленное место пигментации. От которого, в принципе, можно защититься при помощи вот таких патчей телесного цвета, которыми пользуются кореянки. Их придумали игруми в гольф первыми. И потом это все успешно разошлось. То есть я покупаю все время такие патчи. И они не только закрывают лицо от солнца. Это когда вы долго находитесь на солнце, гуляете, вам где-то нужно спортом заняться. И это еще и омолаживающий гидрогель с другой стороны. Абсолютно нереальные средства. Очень советую такими запастись. Особенно девушкам из жарких стран или на лето. И что касается патчей, раз уж мы о них заговорили. Вот такая маска у меня, любимая, с большим комплексом пептидов. Она не всегда бывает на ЭБ, она очень часто как раз бывает в разных европейских магазинах. Это известный бренд, который выпускает чудесные тканевые маски. Очень нравится от S&P. Мы от них видели сегодня уже вот этот крем. Это замечательные гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз, лифтинговые. Вот такой курс пройти и заметно подтягиваются под глази. Кроме того, гидрогелевые патчи я использую на ежедневной основе. Сегодня я вам принесла показать три коробочки, которые меня больше всего, наверное, впечатлили за то время, пока я не снимала видео о подглазьях. Это, конечно, линия с коллагеном и пробиотиками от Medipil. Я оставила здесь пару патчей, но они уже, видите, подсохли. Они в нормальном состоянии, конечно, плавают в жидкости. Это патчи с кальцием. Очень понравились. Доктор Мелоксин. Действительно потрясающе. Это вторая у меня уже баночка. Они не скользят, потому что на них нанесли рубчики. Поверхность рифленая. И это отличные, просто отличные увлажняющие лифтинговые патчи. Очень добротные, очень довольна. И сейчас вышли патчи с ретинолом у Сигмул. Посмотрите, какая нежность. Я только начала использовать эту упаковку, но я в каком-то восторге. Ретинол здесь в небольшом количестве, но здесь такое увлажнение. Это такая влага. Сигмул не заморачивается с упаковкой. Он все свои деньги тратит на рецепты. Мы в этом уже неоднократно с вами убеждались. И вот такие шедевры у него выходят. Кроме того, я вам покажу интересное очень средство. Смотрите, какое. Это патчи в сочетании с сывороткой. Продаются курсами. Патч тоненький, сухой. На подглазе носится сыворотка. Сверху блюмкается вот эта прозрачная, тонкая, нежная бумажка. И это исчезает в коже. Оно в коже впитывается. Тончайшая сеточка тут же подтягивает слегка под глаз. Это просто видно невооруженным глазом. Очень ими довольна. Ну и что касается массажеров. Я знаю, что очень многие увлекаются массажерами для кожи вокруг глаз. Если что-то делать, то делать, скажем так, с умом. У меня много лет есть вот такой массажер. Копеечный. Он стоит сущие копейки. Почему я его люблю? Он обеспечивает хороший нажим, не сильный на эту область. И я массирую кожу исключительно по косточке или шире. Я никогда никаким массажером не трогаю мешки под глазами. Верхние веки не тру. И вам тоже советую. Это охлаждающий кожу. Металлический шарик. Он всегда холодный. И он безупречен. Он обеспечивает настолько хороший, удобный массаж. У меня очень много всевозможных дорогих массажеров. Корейские люксовые бренды. Каждому своему крему для глаз. Посмотрите, выпускают вот такие массажеры. Вот этот вышел специально для этой лимитированной версии. Все в нем замечательно. Все в нем удобно. Кроме того, что мы тыкаем палкой в глаз. Это очень удобно. Вот такая вот длинная ручка. Лучше я пока не встречала нигде. И обязательно эскимос. Это эскимос от Сум 37. Но они есть у Меди Пил. Собственно говоря, Меди Пил первыми их выпустили. Они есть у Сидмол. Они сейчас есть у очень многих брендов. И ноунеймы есть. Уже давно выпустили. Здесь что работает? Это поверхность сродни тефлону. Тефлоновой сковороде. Нежная, нежная, бархатистая. И когда мы, видите, там вода внутри, убираем это средство в морозилку, то оно охлаждается до температуры, которая не разрушает кожу. Лед под глазами держать нельзя. Лопаются сосуды, трескаются, купероз, сухая кожа. Кожа очень сохнет от льда. Поэтому все те, кто любит вот эти вот все мерзкие вот эти пакетики с... Я не понимаю. Народ, ну честное слово, вы когда-нибудь открывали эти пакетики с чаем? Там палки, пух и птичьи какашки. Зачем вам это все под глазами? Ну хочется внутрь вам это. Ну выпейте, ну кожа под глазами. Нет. Они размачивают эту гадость. Они потом ее замораживают в лед, наносят под подглази и начинают орать, что, ой, убьете бабушки в 50+. Плюс нет мешков под глазами, нет морщин под глазами. Она ведьма. Бабушка не ведьма. Бабушка не теребит свои подглази и не накладывает на них всякое непотребие. Понимаете? Поэтому берем эскимос, охлаждаем до нужной температуры и прикладываем глазам. Это массажер, который работает на всем лице, на всем теле. Я его использую также на тканевой маске. Просто по тканевой маске делаю массаж и даже самые липкие текстуры впитываются в момент. То же самое, если у вас густой жирный крем. Хороший, работает, но жирный, зараза. Берем и все это с помощью эскимоса вливается в кожу и растворяется в ней тут же. Шикарная вещь. Можно не охлаждать. Можно. Пожалуйста, он прекрасно работает и так. Но кто работает за компьютером, устают глаза, нужно расслабление. Уставшие глаза – это гусиные лапки, потому что мышцы напрягаются волей-неволей. И их нужно расслаблять. Вот так вот наносим. И пожалуйста. Никаких противопоказаний. Я знаю, что очень многие девушки любят вот эти тепленькие маски для кожи вокруг глаз. Я сама их одно время использовала. У них столько противопоказаний. И наши люди к врачам не ходят. Многие не обследованы. У многих глаза в аварийном состоянии. Они начинают наносить вот эти теплые маски. У них происходят с глазами неприятные вещи. Поэтому лучше себя обезопасить. И если нет какой-то необходимости, я вообще не любитель греть кожу ничем. Уж тем более кожа вокруг глаз. Вот такое средство работает лучше. Ну и теперь я покажу вам крем. А то это как мы с вами посмотрели целое видео Бьюти Бабушки. А никакого крема за 1000 евро не было. Есть, конечно, и очень дорогие кремы для кожи вокруг глаз. Если вы хотите себя полюбить по полной. Вы знаете, так себя полюбить, что прям вот искра из глаз. Заказываем вот этот крем. Кстати говоря, он есть не только в такой большой версии, которую я уже успешно добила. Притом еще умудрилась и банку потерять. Но он есть и в пробниках, и есть вот в таких мини-версиях. Это нереально. Это во всем доме не найдется уже целой баночки, потому что это все сразу мною используется. Это абсолютно нереальный крем Сентеника. Есть и для лица крем в этой линии, есть и сыворотка для лица. Это более сотни растительных экстрактов. И там есть такое чудо ферментации, как, например, уксус столетней ферментации из Мадены. Стоит каждый свои копейки. Это просто молодые подглазья за вот такой курс. Конечно, имеет смысл использовать для самой возрастной или самой убитой кожи. Молодежи просто даже не нужно все это. Но это удивительное средство. Вот такое у нас с вами сегодня получилось видео. Вот такое сегодня получилось видео. Я очень надеюсь, что оно было для вас интересным, информативным. И что вы обязательно присмотрели для себя что-нибудь новенькое. Спасибо всем, кто сегодня случайно или же умышленно оказался на моем канале. И до следующего раза. Всем пока.